Добрый вечер, мои дорогие! Меня зовут Оксана. И сегодня мой муж решил приготовить горбушу горячего копчения. Для этого мы сегодня на базар съездили, купили мороженую рыбку. Это горбушка. Она была уже потрошенной. Вот такая красная рыбка. Мы ее положили в раковину. Она сама потихонечку разморозилась. Ни под какой водой, ни в микроволновке, ни в коем случае. Просто рыбку положили в раковину, она разморозилась сама. Вот мы ее купили где-то в 11 часов или в 12 часов. В общем, днем. И вот к вечеру она разморозилась. Муж надрезал вдоль хребта ножом изнутри, вдоль спинного половника. Вот здесь разреза не делал. По спинке разреза не делал. Он разрезал ее изнутри, вдоль хребта. Вот он, хребет остался. И он до шкурки прям разрезал. Вот, с одной стороны. А он сделал так одну и вторую рыбку. Две рыбки купили. Далее. Вот такая у нас приправка есть. Приправоч для рыбы. Эту приправку он ее посыпал. Как изнутри, так немного и снаружи. Рыбку он посолил. Посолил он ее тоже изнутри. Снаружи чешую чистить не нужно. Потому что мы будем ее коптить. И как бы кожу и чешую мы ее, конечно же, кушать не будем. Мы будем рыбку выедать изнутри. Так что ни голову мы удалять не будем, ни плавники обрезать, ни чешую чистить мы не будем. Посолили приправкой, потрусили. Пока рыбка маринуется, мы берем щепу. Щепа для копчения рыбы. Альхабук, чабрец. И замачиваем ее в воде. Это необходимо для того, чтобы щепа не сразу загоралась. Чтобы она немножечко тлела. И тем самым рыбка коптилась. Чтобы щепы хватило надольше. Щепа идет с чабрецом, с травкой такой душистой. Но для запаха муж добавил еще сюда немного мартини. Запах действительно изумительный. Еще рыбы нет, еще огня нет, ничего нет. А запах уже обалденно исходит только от щепы. Когда рыбка будет коптиться, весь вот этот аромат, трав, мартини, ольхи, то есть опилок, передастся рыбке. И это будет очень вкусно. В общем, получается, минут 20 будет мариноваться рыбка. И минут 20 будет вымачиваться щепа. Прошло 20 минут. Мы берем горбушку и берем замученную щепу. И идем к коптильне. Вот она наша коптильня. Коптильня была куплена в магазине. По-моему, это коптильня фирмы Палисад. Мы ее поставили на свою печку. У нас в огороде имеется такая печка. Мы в ней иногда готовим плов. Иногда просто жгем бумагу. Ну, ты рассказывай, что ты делаешь. Сливаем у нас лишнюю воду. Сливаются щепы воду. Все, ушла. Вода. Теперь равномерно раскладываем щепу. Тут целый пакетик был с щепой? Да. Заложили щепу. Сверху ставим поддон. Чтобы сук, который падает с рыбы, не горел. А попадал в поддон. А горела только щепа. Он заправил печь дровишками. И теперь их разжигает. Вот. А сверху на печке стоит коптильня. Я много дровишек положил. Да, я езжу только дышу. Ну, вот. Растопили печку. Вон они дровишки. Печурки горят. Потихонечку. Ну, сейчас они разойдутся. Разожгутся. А коптильня стоит сверху. На печке. Вот там под ней огонек горит. Потихонечку будет нагреваться. В комплекте идет две решеточки. Одна вот на таких длинных ножках высоких. А одна на таких вот коротеньких ножках. И Дима уже поставил решеточку на коротеньких ножках уже в коптильне. Вот он несет рыбку. Рыбку захватилось. Что еще? Приправу? А зубочистки. А зубочистками что будем делать? Немножко расширеннее. Чтобы внутри она лучше была подкопченая. А, вот оно как. Распорки для рыбки. Покажи, как это выглядит. Ой. Вот так. Ага, понятно. И теперь вот на эту коротенькую решеточку с коротенькими ножками мы положили рыбку на бочок. Поставили решеточку, в которой длинные ножки. Получился вроде как второй ярус. Вот она. И вторую рыбку туда же. Там сделаны в крышке такие полозья, которые, ну, как направляющие, да, чтобы крышечка плотно-плотно прилегла. Да. Все. И оставляем на 40 минут. Достали нашу горбушку из коптильни. Посмотрите, какая красота. Сейчас приготовятся к горбушке овощи. И я вам покажу, как это все будет аппетитно выглядеть вместе. Ну, вот такой вот у меня получился стол. Ужин для друзей. Без особых заморочек. Овощи это салат. Горячий. Горбушка копченая. Ну, и картошечка. Куда же без нее. Приятного аппетита. Пробуйте. И у вас все получится. Пробуйте.